Запись на Фейсбуке. Эта запись будет транслироваться на нашей странице в IWPR Таджикистан, а также Кабар Азия. А также мы затем эту трансляцию размещаем на своем сайте kabar.azia. Спасибо большое всем экспертам. И спасибо вообще очень-очень большое, потому что люди болеют, и люди плохо себя чувствуют, но все равно согласились принять участие в нашей конференции. Так, я сейчас вот... Ну давайте тогда потихонечку начнем. Запись уже у нас идет. Я надеюсь, участники подтянутся. Грузится долго очень загрузка на Фейсбук, но я думаю, что мы начнем. Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые гости нашей конференции. Сегодня мы проводим экспертную встречу по теме пандемия и государственный бюджет Республики Таджикистан в период пандемии. И вот сегодня мы собрали наших экспертов, уважаемых в области бюджетирования, в области управления, в области экономики и проводим вот такую встречу. Не секрет, что пандемия коронавируса, она затронула все области практически нашей жизни. И помимо того, что эта пандемия очень влияет на здоровье наше, также она повлияла и на экономики наших стран. Экономический кризис, который прогнозировали мировые институты с самого начала этой пандемии, уже повлиял на экономики всех стран мира. Такие страны, как наша страна, Таджикистан, с не совсем прочной и даже, можно сказать, уязвимой экономикой, должны быть готовы к самым неожиданным сценариям. И сегодня мы попросили наших экспертов, уважаемых, сейчас я их вам представлю, рассказать о том, смог ли Таджикистан быстро, власть Таджикистана быстро, эффективно дать ответ, установить приоритеты, ввести необходимые меры для того, чтобы снизить ущерб от экономики. И сегодня с нами эти вопросы обсуждают уважаемые наши эксперты Уктам Джумаев, кандидат экономических наук, доцент, страновой эксперт программы международного бюджетного партнерства. Также с нами Георгий Гридельян, независимый эксперт по вопросам реформирования системы управления государственными финансами в республике Таджикистан. С нами также Замира Самадова, учредитель и директор консалтинговой компании «Имконконсалтинг», специалист в области управленческого консалтинга и Собир Вазиров, эксперт по государственным финансам. Ну вот это вступление. Я еще хочу сказать, что меня зовут Лола Алимова, и я работаю в Институте по освещению войны и мира, представительстве в Таджикистане. И мы очень часто проводим вот такие экспертные встречи, где приглашаем экспертов обсудить наиболее насущные проблемы стран Центральной Азии. И сейчас я хочу предоставить слово Собиру Вазирову, эксперту по государственному финансированию, который расскажет нам о влиянии пандемии COVID-19 на исполнение государственного бюджета Республики Таджикистан. Кого состояния и какие проблемы? Пожалуйста, Собир, вам слово. Спасибо большое. Добрый день всем. Дай Бог всем здоровья. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . В прошлом году план был где-то там 780 миллионов суммоний и выполнение было 815 миллионов суммоний. но мы видим что даже сбор за 5 месяцев не составляет тот же самый показатель 2019 года что это как бы показывает что прямое влияние. Ну я сейчас не уверен но как минимум там 10 или там более лет всегда если не выполнялись какие-то прогнозы да относительно каких-то сборов налогов но всегда оно было больше чем предыдущий период данных показателей да всегда было вот любой момент можно было смотреть что да вот был 1 миллиард нужно было собирать до 2020 году но было собрано 900 но сравнивая с если предыдущий период за тот же самый другой предыдущий год мы смотрим что всегда было там 950 или с чем-то всегда было больше но к сожалению вот относительно основных налогов мы видим что идет значительное снижение значительное снижение то же самое скажем налог на прибыль налог на прибыль это очень важно показать всегда налога администрирования налоговый комитета год за годом улучшается там существует специальная программа развития налога администрирования который вообще перевернул или в налоговый комитет сейчас является лидером по цифровой цифровизации в госорганах самым лучшим органам который предоставляет очень много электронных услуг очень много там онлайн других других всех видов скажем декларации все есть онлайн но дело в том что вот налог на прибыль на основе вот модернизации на основе скажем реформ по налогу администрирования дало возможно налоговый комитет всегда собирать больше почему потому что налог на прибыль может уменьшить налоговую базу за счет вычетов но и вычет все риски находятся в вычетах в налог на прибыль поэтому налога администрирование улучшение налога администрирования в налоговом комитете привело к тому что всегда сбор налога на прибыль прибыль было больше ну скажем вот смотрите да вот девятнадцатом году налог на прибыль составлял сбор 800 800 4 миллиона суммы а план да вот было 600 до 91 миллиона суммы и вот вот это улучшение налога администрирования реформа налога администрирования налогового комитета при поддержке всемирного банка дало возможность сбора на 16 процентов больше да прирост составляя 16 процентов ну теперь если сравнивать да тот же показатель для 20 года мы смотрим что сбор составляет да фактически сбор составляет 870 не простите меня 656 миллионов суммоний это уже скажем сам по плану 86 процентов то сравнивая с предыдущим годом это уже 150 миллионов суммоний меньше было собрано это как бы показатель значит это значит что при улучшенных возможных налогового комитета улучшенных возможно цифровизации и онлайн и скажем как бы смотреть как все обстоит дела у налогоплательщика без воздействия на его деятельность даже не дает возможность собрать до заданий пять месяцев как раз того пандемия не дает возможность собрать тот же самый показатель предыдущего года это значит это влияет напрямую на сбор налогов уже уже повлияло другой налог который я думаю что тоже является важным это акцизный налог а нет налог НДС налог на добавленную стоимость дело в том что сбор налога на добавленную стоимость всегда проблемы Там по налогу, сбору по налогу на добавленные стоимости, там администрирование налога является очень трудным, скажем, государственные органы уже ввели электронную НДС счет фактуры, что было очень прорывным, скажем, инновационным для Республики Таджикистана, что счет фактуры выдаются электронные, онлайн, быстро, надежно все делается. Но все-таки это не дает возможность собрать ту прогнозы показателей, которые определили государственные бюджеты, но в этом году этот показатель тоже уменьшился, скажем, план был 1,221,000,000 суммоний, фактически сбор за 5 месяцев 2020 года составляет 879,000,000,000 суммоний. Теперь, за тот же период 2012 года было собрано 890,000,000,000 суммоний. Это значит, что в 2020 году было собрано меньше. Поэтому отсюда можно сделать вывод, какой ущерб, какое влияние носит саму пандемия на сбор налогов. И это, естественно, уже автоматически влияет на, скажем, доходную часть и на, скажем, социально-экономические показатели в Смитаджикистане. Другой налог, который я бы здесь хотел отметить, это относительно налог на природные ресурсы. Оно, вот здесь мы смотрим, что ситуация чуть лучше. Да, не был выполнен тот прогноз, 321,000,000,000 суммоний, но было собрано 259,000,000,000 суммоний. Сравнивая с предыдущим годом, оно где-то на 29,000,000,000 суммоний побольше было собрано, что является хорошим показателем. Дело в том, что налог на природные ресурсы, это не зависит уже от дохода предприятия, не зависит от деятельности предприятия. Это обязательные платежи, которые, с тем, рояльты, бонус, оно уже обязательно платится в бюджет. Поэтому данный показатель всегда, ну, за 8-9 лет является очень важным показателем и очень существенным для государственного бюджета. И вот упрощенный режим. Упрощенный режим в налоговой законодательстве, вот в курсе Руслан-Тавистан, есть упрощенный налоговый режим для малого бизнеса, который доход, валовый доход составляет менее 1,000,000 суммоний за календарный год. За предыдущие 12 месяцев. Вот за этот, скажем, этот показатель сбор составляет только 255,000,000 суммоний. План был 304,000,000 суммоний. И в прошлом году было собрано 283,000,000 суммоний. Это значит, что по упрощенным режимам то же самое. Мы ожидали, что по упрощенным режимам не будет снижения. Почему? Потому что упрощенный режим, там очень много потенщиков, очень много сельхозпроизводителей, других-других. То, что дает устойчивый сбор налогов. Но, к сожалению, когда были закрыты рынки, когда были закрыты там кафетери маленькие, там быстро очень много. Поэтому оно повлияло. Еще ожидается, это первые 5 месяцев почти, потому что в июне месяце был принят приказ президента, который дает налоги каникулы раз, дает налоги освобождения потенщикам два, и еще другие освобождения, скажем, в сфере туризма. Это значит, что еще будет дальнейшее уменьшение сборов. И это значит, что для государственного органа, для бюджета нужно найти дополнительные источники финансирования тех недоборов, которые существуют насчет сбора налогов. Я думаю, что вот эти основные и другие уже являются важными, но не являются такими важными налогами в части общего сбора налогов. И другой момент, то, что государство уже принимает меры, уже приняты меры. Ну, я думаю, что вот просто я иногда там знаю, люблю вот использовать вот эту структуру мышления. Я думаю, что в нашем моменте всегда нужно при пандемии, когда все пандемия начиналась, все говорили, что это вот так, даже на уровне высших, высшестоящих государственных чиновников каждый по-разному говорил. Одно говорит, что да, в апреле оно уйдет, другое, что это не дойдет для данного региона, другого региона, что это связано с этим. Но мы увидели, что оно весь мир уже, весь мир и Таджикистан не исключение. Я думаю, что я сам заболел и знаю, что это очень трудно. Но само пандемия показало, что у нас не хватает структурного мышления. Мы не знаем, мы всегда говорим, что это вот так, это вот так. Даже вот во всех очень много книжках структурного мышления всегда вот этот пример есть, что приводят на животного, и люди, которые не знают или не видят его, потом говорят, что он похож на это, он похож на другое, он похож на, скажем, дерево, он похож на какую-то веревку, но на самом деле это слом. Поэтому я думаю, что вот пока мы даже близко не знаем, что будет, как будет, поэтому прогнозировать что-то в данном случае очень трудно. Очень трудно. И какие-то решения, да, я вчера подумал, что корректировка показателей бюджета, это уже сделано. Очень хороший шаг со стороны государства, очень важный шаг, почему это дает, возможно, поддержку бизнеса. Один из важнейших проблем в том, что когда не корректируется показатель бюджета, это значит, что нужно найти дополнительные источники. Невозможно собрать за счет НДС, нужно собрать за счет какого-то другого налога. И, естественно, оно влияет на бизнес. И государство приняло такое решение, что оно урезало бюджет, уровень 2,3%, если я не ошибаюсь, ВВП. Это дает дополнительную возможность, но, естественно, будет рост или прирост относительно дефицита бюджета. Это тоже будет влиять на социально-экономическую положительность в Таджикистане. И второе, что я думаю, что это очень важно, это продолжение реформирования налога администрирования. Но здесь очень важно, реформа налога администрирования идет, оно 10 лет уже идет. Очень много изменений, очень много улучшений есть. Все показатели намного улучшились. Но самое важное, здесь это должно быть наценивано на сбор обоснованных, предчисляющих в рамках существующего закона. Что это значит? Это значит, что прогнозирование должно быть реальным. Скажем, вот, к примеру, иногда прогнозируют такое, что строится цементный завод. Цементный завод строится, говорят, производство будет 1 миллион тонн. И, естественно, вот там налажается НДС. Да, 1 миллион тонн, ну, скажем, 1 миллиард суммоний, а значит, да, мы оттуда соберем 180 миллионов суммоний дополнительно НДС. У нас 18% ставки НДС. Но на самом деле это не так. Потому что уже в России начинает огромное количество экспорт в Узбекистан. А мы все знаем, что когда экспорт, это нулевая ставка, значит, мы не можем соберем НДС. И вот это во многих часах не учитывается. И, естественно, любая реформа налога администрированная, которая не связана с прогнозированием бюджета, реальным прогнозированием бюджета и составлением планов, всегда уменьшает саму реформу налога администрированного. И третье, я думаю, что это для того, чтобы и поддержать бизнес, для того, чтобы улучшить качество бюджета, это интегрирование планов по капитальным и текущим заставам на радиусе исполнениям скрупулезной оценки предстоящих операционных расходов. Это дело в том, что расходы на белых слонов не исключение. У нас тоже белые слоны. Мы знаем, что в государстве финансов используется такой белый слон. Очень много белых слонов строится, расходы на белых слонов, которые эффект от них очень мало. Поэтому здесь предложено, что вот эти капитальные расходы должны связаться с текущими расходами. Это даст возможность, что да, мы построим какой-то объект. Хорошо, на 2021-2022 год. Какие дополнительные текущие расходы по ним нужно сделать? И это даст возможность уменьшить нагрузку на бизнес. Почему? Потому что если это строительство не будет самоокупаемым, то тогда зачем такое строительство? Если мы будем связывать капитальные расходы с текущими затратами, то это даст возможность уменьшения, скажем, каких-то налогов, сбора показателей налогов. И это даст возможность, скажем, улучшить качество самого бюджета, качество выполнения бюджета и даст возможность уменьшить какую-то нагрузку на бизнес. Бер, большое вам спасибо, да. У вас очень интересный доклад и презентация с цифрами, со всеми фактами. И вы проанализировали, какова уже сейчас ситуация. Поэтому я вам дала время выступить первый доклад почти полностью, потому что вы превысили у нас 10 минут. Ну, большое вам спасибо, потому что это было так показательно. И вы сейчас здесь отметили о том, какие отрасли, ну, откуда налоговых сборов поступать не следует, а где можно еще и, как бы, откуда можно ждать, ожидать еще, что поступление будет. Спасибо вам большое за вашу презентацию. У нас сейчас следующая презентация. Это презентация Георгия Гридильяна, который расскажет нам о реализации стратегии управления государственными финансами в условиях кризиса, вызванных пандемией COVID-19. Я думаю, что все вопросы, которые будут у нас, мы будем обсуждать после того, как выступят все наши эксперты. Для участников, пожалуйста, я еще раз напоминаю, что у нас есть чат, и вы можете задать свои вопросы в чате. Пожалуйста, вам слово, Георгий. Собир, вам нужно остановить... Остановите, пожалуйста, свою презентацию, Собир. О всем, вот, да, пожалуйста. Георгий, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Лола, за предоставление слова. Я постараюсь вкратце рассказать. У меня тоже есть презентация. Я, наверное, ее тоже буду демонстрировать. Это экран, да? Есть, да? Надеюсь, видно с ним. Есть, все видно. Уважаемые участники презентации, я бы хотел предоставить ваше внимание, краткую презентацию по теме реализации стратегии УГФ-2030 Республики Триджио-Семь в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В начале, такой краткий обзор, если по это несколько моментов текущей ситуации. Как оказывается, пандемия COVID-19 приобретает затяжной характер. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, Несмотря на успехи в борьбе с этой пандемией некоторых стран, скорость распространения заражения коронавирусной инфекцией во всем мире, оказывается, повышается. На таком фоне экономика переживает масштабный, беспрецедентный рецентрис и спад производства. Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по мировому ВВП с апрельских минус 3% спада до почти минус 5% в июне этого года. Все это совокупности неизбежно приведет к снижению уровня жизни граждан всего мира и прогнозируется рост бедности во всем мире. Вот здесь представлены последние прогнозные показатели по спаду МВФ. В основном, как я уже говорил, спад по мировому производству минус 4,9%. Экономика развитых стран предполагается будет, спад будет минус 8%. И самая пострадавшая это еврозона. Тут спад более 10%. Ну, на фоне этих статистических данных по миру, казалось бы, прогнозы экономического развития в Таджикистане имеют не столь слишком удручающий характер. Так, по прогнозам Всемирного банка, спад экономического развития в Таджикистане 2020 года будет минус 2%. А Азиатский банк развития дает прогноз еще более такой, пессимистический, минус 3,6%. Но, несмотря на то, что цифры, в общем-то, не очень страшные, как говорится, да, но надо понимать, что экономика, которая находится в таком состоянии, то есть нет роста экономики, это ненормально. То есть, необходимо, это совсем другой расклад. И необходимо учитывать те специфические моменты данной ситуации в экономике и при формировании бюджета, и при разработке денежно-кредитной, налоговой, финансово-бюджетной политики. Цели УГФ в условиях кризиса. Система УГФ имеет важнейшее значение для обеспечения действенности реагирования правительства в условиях чрезвычайных ситуаций. И данная кризисная ситуация будет своего рода испытанием для систем УГФ всех стран, и Таджикистана в частности. Но мы все прекрасно понимаем, чем действеннее система УГФ, тем она более эффективнее позволяет решать проблемы и выполнять неотложные задачи. В идеале, данная система, она должна уметь быстро адаптировать налоговую и финансово-бюджетную политику к условиям кризиса. Иметь определенные инструменты по оперативному перераспределению имеющихся средств наиболее востребованные и приоритетные сектора. Быть способным по привлечению дополнительных средств и обеспечению финансовых средств для непредвиденных и переочередных мер. Ну и, конечно, принятие экстренных мер по поддержке на обтеление, оказавшихся в трудных финансовых условиях. Сама по себе упорядоченная система правления государственных финансов она зерзается на трех столпах. Это фискальная дисциплина, стратегическое сплевновение ресурсов и эффективное оказание услуг. Понятно, что это играет огромное значение в нормальных условиях, но в условиях кризиса все это приобретает более актуальное значение. Ну, немного истории. Возможно, вы знаете, что прежняя стратегия УГФ была принята в 2009 году и завершилась в 2018 году. На мой взгляд, с достаточно прогрессивными показателями. Конечно, остались ряд невыполненных задач, которые в силу разных причин не могли быть выполнены и должны были быть подготовлены определенные условия для их осуществления. Новая стратегия УГФ на период до 2030 года утверждена указом президента в январе до текущего года. Основные приоритеты указанных в стратегии вот приведены здесь. Это макроэкономическая стабильность, эффективное распределение средств, представление общественных услуг ну и с определенными ключевыми элементами, сопутствующим этим направлением. Говоря об основных подходах реализации стратегии 2030, на мой взгляд, вот несколько прерогатив, несколько основные приоритеты направления стратегии, я считаю, должны оставаться неизменными. Конечно, корректируются лишь методы первоочередной сроки практикой реализации. О чем здесь идет речь? Прежде всего, надо понимать, что в условиях кризиса необходимо уделить больше внимания усилению фискальной дисциплины, предоставить возможности больше оперативному распределению имеющихся средств, привлечения дополнительных средств. То есть, здесь сама ситуация подсказывает и понуждает нас всех применять вот такие экстраординарные возможные меры. Естественно, усилить контроль обязательств управления кассовыми потоками и эффективность работы казначейства в целом. Еще один пункт это переориентация реформ с внедрением сложных механизмов на внедрение мер адаптации экономического развития в условиях кризиса, вызванного данной пандемией. То есть, нет необходимости сейчас уделять внимание тем механизмам, которые, скажем, присущи методам бюджетированным ориентированным результатом и других сложных вещей. Но это в перспективе. Но в настоящее время необходимо принимать те меры, которые должны оказать то содействие необходимое для решения экстренных и экстрагранных вопросов в экономике. Еще один приоритет это необходимость пересмотра приоритетов цели УГФ. В стратегии указаны приоритеты, но их необходимо пересмотреть для того, чтобы сконцентрироваться на более востребованных, в более предпочтительных направлениях. А те, которые не приоритетны, их можно пока отложить. Такие подходы основные к реализации стратегии. Этот слайд говорит о том, что почему мы говорим о том, что остаются неизменными. Макроэкономическая стабильность во все времена являлась необходимым краеугольным камнем любой экономики любого государства. То есть именно сейчас в трудное время необходимо принимать те меры, которые бы обеспечили макроэкономическую стабильность. Эффективно распределение средств. Так же то же самое, но очень актуально и в наше время. Внешний финансовый контроль, регулярные выплаты, обоснованные рационально производят решения расходов. То есть все остается в принципе необходимым. говоря о приоритетных направлениях реализации стратегии, я бы хотел отметить несколько моментов. Это во-первых разработка и внедрение комплекса адаптированных опять-таки к существующей ситуации мер по обеспечению макроэкономической стабильности в условиях пандемии. Обратить больше внимания на усиление институциональных механизмов. То есть возможно дать особые полномочия усилить координацию работы между различными уровнями органов государственной власти. Пересмотреть приоритетность приошления бюджетного программирования. Как раз один из тех моментов, когда можно сформировать отдельную программу по борьбе с COVID-19. уделить внимание и внедрить те механизмы, которые исключили бы задержки по выплате зарплат, пенсии, то есть усилить финансовую дисциплину. Конечно, во всем этом необходимо дать обеспечить внешний контроль над эффективным расходом и без того ограниченных бюджетных средств, о которых говорил предыдущий лектор. Это речь идет о внешнем аудите и парламентском контроле. Необходимо принять такие методы даже, как, скажем, о создании оперативных отчетов. То есть отчеты должны быть сжатые, должны быть по существу, которые дают именно ту информацию, необходимую для руководства для принятия решений. Возможно, даже периодичность естественно нужно не как в обычное время, по квартально, может быть, даже ежемесячный или даже еженедельный. Что это позволит с перспективой? Я думаю, что это позволит своевременно реагировать на новые условия развития экономики. Хотя и говорится, что это кризис имеет цикличный характер. Я все-таки полагаю, что отпечаток на экономику и на меры, которые принимают сейчас во всем мире, данная ситуация, кризисная ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, она обязательно отложена. Поэтому необходимо смотреть вдаль для того, чтобы развивать альтернативные, наиболее востребованные сектора экономики. Как пример, скажем, развития дистанционного режима работы, рабочих встреч, то, что мы сейчас проводим, обучение, платежи и прочих высокотехнологичных режимов. Все это должно позволить преодолеть неизбежные вызовы экономического кризиса наименьших потерями в кратчайшие сроки. Ну и для чего это все делается, все эти усилия? Для того, чтобы достичь конечного результата. А это у нас сохранение здоровья нации и уровня благосостояния населения нашей республики. Все это можно сделать только обеспечив предотвращение значительного падения производства, существенного роста безработицы через рациональное и эффективное использование бюджетных средств. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам, Георгий. Хорошие рекомендации, советы, которые вы даете. Спасибо. Я думаю, что вы нам предоставите вашу презентацию потом. Да, конечно. Очень хорошие рекомендации, советы у вас здесь есть. Много, конечно, вопросов, лично у меня они возникают, потом я их, наверное, тоже озвучу. Есть отрасли, которые действительно пострадали от коронавируса, но есть отрасли, которые, наоборот, получили очень большие прибыли. Наверное, вот о чем вы говорите, перераспределение, это как раз таки и позволит на чем-то выиграть и управлять государственными финансами. Сейчас я хочу предоставить слово Уктаму Джумаеву, который расскажет нам о важности прозрачности государственного и местных бюджетов в условиях пандемии коронакризиса. Пожалуйста, Уктам, вам слово. А вы, Георгий, сверните, пожалуйста, свою презентацию. Спасибо большое. Уктам, вам слово. Уктам Мирзаверыч, микрофон. Включите микрофон, пожалуйста. Слышно? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы выразить искренние слова благодарности организаторам данной онлайн-встречи или конференции. На самом деле пандемия COVID-19 стала реальным испытанием для устойчивости системы управления государственным бюджетом. Ведь, как уже отметил уважаемый Собин Вазиров, согласно официальной статистике, судя по структуре доходов за период пандемии наблюдается значительное сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет, в том числе хотелось бы отметить за счет подоходного налога, налога на прибыль. Обратите внимание, что за пять месяцев по сравнению с прошлым годом у нас почти на 10% сократились налоговые поступления по подоходному налогу. С налогов с продаж более чем на 70%, по внутренним акцизам более чем на 13%. Конечно же, это все в свою очередь значительно повлияло на сокращение исполнения расходов государственного бюджета, который по нашим оценкам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился более чем на 2%. Сокращение государственных доходов и расходов в свою очередь создало общую ситуацию по нашему мнению неустойчивости экономики, вызванной недофинансированием основных отраслей реального сектора, ну и, конечно же, как итог снижения реальных доходов граждан. С чем это связано? Ну, обратите внимание, переводы мигрантов по данным официально-статистическим сократились более чем на 50%, ну и не следует забывать тот факт, что более 76 тысяч индивидуальных предпринимателей были вынуждены быть на карантине и, соответственно, проставить свою работу. поскольку правительство осуществляет масштабные меры по расходу средств по борьбе с пандемией COVID-19, то в данном случае мы считаем, что прозрачность бюджета и надзор за государственными расходами становятся очень актуальными. И в данном случае я бы хотел коротко ознакомить вас с результатами, замечаниями результатов исследования и выводами, которые смогли бы более или менее оказать влияние на эффективность расходования бюджетных средств, которые, как уже ответил уважаемый Григорий, являются основными одним из важных приоритетов стратегии управления государственным финансом. И согласно последнему глобальному исследованию международного бюджетного партнерства за 2019 год в Республике Таджикистан недостаточно обеспечивается внедрение стандартов прозрачности государственного бюджета, что связано по нашей оценке с несвоевременной и неполной публикацией основных бюджетных документов на сайте официальных органов власти, а также связано с неразвитость механизмов вовлечения общественности в бюджетный процесс. Так, согласно данным результатам исследования прозрачность бюджета в Республике Таджикистан государственного бюджета за 2019 год оценивается в 17 баллов из 100, что означает, что государство абсолютно несвоевременно, неполно доводит бюджетную информацию до граждан, что значительно ниже среднемирового показателя в 45 баллов. Тем самым Таджикистан показал самый низкий рейтинг прозрачности бюджета по сравнению с соседними странами, которые также принимали участие в данном исследовании. Например, если сравнить наш рейтинг с рейтингом соседних стран, то обратите внимание, Таджикистан 17 баллов, Казахстан в 2019 году набрал 58 баллов, далее по возрастанию Киргизия 63 баллов и Россия 74 баллов. Таким образом, если анализировать динамику всех периодов исследования, то следует отметить, что если Республика Таджикистан с 2012 года поступательно и эффективно внедряла рекомендации международного бюджетного партнерства, Международного валютного фонда, Всемирного банка по внедрению стандартов прозрачности и подотчетности бюджетного процесса до 2017 года, то мы замечаем, что с 2017 года данный результат значительно сократился и опять мы пришли к начальной точке 17 баллов то, что у нас было в 2019 году. К сожалению, спад до 17 баллов в 2019 году свидетельствует о том, что Таджикистан не смог сохранить уровень развития 30 баллов, который у нас было в 2017 году. Конечно же, интересно сделать данный параллель прозрачности местного бюджета и как это отразится на эффективность реализации не только на центральном, но также и на местном уровне. Но здесь я хотел бы отметить, что по результатам наших исследований мы видим очень сильную корреляцию между прозрачностью и эффективностью расхода бюджетных средств как на государстве, так и на местном уровне. Например, по результатам наших исследований при поддержке Института открытого общества индекс прозрачности местного бюджета, обратите внимание, составил 13 баллов из 100 также за 2019 год, что практически почти близок к результату государственного бюджета. Хотя по многим показателям публикация бюджетов данных на сайтах местных органов власти связана с большими проблемами, например, если брать на местном уровне, это у нас местные органы финансового управления фактически не имеют отдельных сайтов, соответственно, размещение информации на областных, районных, городских сайтах, она связана, сопряжена с определенными административными проблемами. Другим также не менее важным фактором является оценка эффективности разработки бюджетной политики с точки зрения сосредоточения ее на потребности граждан. И здесь следует считать, что уровень участия граждан в бюджетном процессе является очень сдачным показателем. Например, по результатам исследований этот показатель очень низкий, составляет всего 7 баллов из 100, что вдвое ниже среднемиралового уровня и почти, обратите внимание, в 5 раз ниже уровня Киргизии, Казахстана и России. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний момент, именно в период пандемии COVID-19, когда общее внимание общественности, также государственная структура сосредоточена на эффективном результативном использовании бюджетных средств, вопросы вовлечения общественности именно в процесс реализации бюджетных программ, процесс планирования, также на этапе контроля, является таким краеугольным камнем или основной проблемой, которая на сегодняшний момент не нашла еще своих эффективных механизмов реализации. Если обратить внимание на результаты нашей исследования, то здесь следует учитывать следующий факт, что основным фактором участия общественности в бюджетном процессе опять-таки является заинтересованность самих государственных органов взаимодействия с общественностью, предоставлять своевременную информацию и, конечно же, делать информацию в так называемом машиночитаемом формате, чтобы граждане имели возможность своевременно анализировать эти данные. К сожалению, в этот период, в период пандемии, мы предвидим, что некоторые основные приоритеты реализации бюджетной политики, о которых уже высказались наши уважаемые спикеры, они будут немного привилировать над теми, скажем, задачами, которые перед ними ставит мировое сообщество, в частности, относительно развития прозрачности, подотчетности и вовлечения общественности в бюджетном процессе. И здесь следует отметить тот факт, что если вовлечение общественности именно в бюджетном процессе более-менее хорошо налажено на этапе утверждения, скажем так, местного бюджета, то на других этапах, в частности на этапе формулирования бюджета и исполнения также аудита существуют материальные проблемы. Например, на сегодняшний момент до сих пор внешний институт аудита, наша уважаемая счетная палата, не публикует аудиторский бюджет, то есть, извиняюсь, аудиторский отчет именно в том основном формате, который преследуется международным стандартам и нормальным. Соответственно, в данном случае мы бы хотели все-таки выявить основную роль наших уважаемых парламентариев и также еще палаты как независимого института аудита, контроля, которые в свою очередь обязаны создавать именно эти институты, институты, которые в свою очередь должны проталкивать и также лоббировать интересы продвижения эффективности расходов бюджетов средств, но с другой стороны по некоторым скажем так причинам не может быть заинтересованы или может быть не компетентны в плане продвижения этих стандартов. Но так или иначе по результатам наших исследований мы видим очень положительный сдвиг, в частности в продвижении рекомендаций в области усиления бюджетного контроля. В данном случае следует отметить, что бюджетный контроль со стороны законодательных органов власти очень улучшился, то есть этот индекс у нас сейчас составляет 64 балла из 100. И конечно же благодаря основным скажем так реформам и основным программам поддержки, консультативной также поддержки, которая была оказывана нашими уважаемыми экспертами. Ну и контроль со стороны счетной палаты мы прогнозируем по оценкам в области 61 балла из 100, что свидетельствует о том, что на следующий момент счетная палата очень хорошо выполняет свои обязанности, но к сожалению именно вторая проблема заключается именно в доведении до граждан полноценной детальной информации. И в зависимости от этого по результатам исследования мы конечно же определили некоторые основные рекомендации, которые на наш взгляд могли бы также улучшить эффективность расхода бюджетных средств, что очень важно, можно сказать даже архиважно в условиях пандемии. В первую очередь это внедрить внутреннюю систему контроля непосредственно в самом Министерстве финансов и других ее структурных ведомствах по своевременной публикации и конечно же оценке полноты публикации бюджетной информации на официальных сайтов. Второе конечно же это сделать более доступным, читаемым и конечно же анализируемым для рядовых граждан гражданский бюджет, который на сегодняшний момент публикуется со стороны Министерства финансов, однако по оценкам общественности не дают информации, которая возможна для осознания оценки и анализа рядовым гражданам. Ну и третье конечно же нам нужна очень важная институциональная реформа, о которой также сказали наши уважаемые эксперты относительно создания дополнительных институтов или же развития дополнительных институтов по вовлечению общественности в бюджетных процессов. То есть это могут быть отдельные скажем так комиссии или гражданские комиссии, которые могут участвовать непосредственно в процессе принятияти управленческих решений и как на примере скажем общественных комиссий Киргизии, которые так или иначе могли бы лоббировать интересы граждан или же предоставлять офшорный компонент оценки или анализа тех или иных бюджетных проектов или программ, которые дальше будут анализировать и оценить четные палаты. Большое спасибо. Да, основные результаты, конечно же, время очень ограничено, но так или иначе, если многим нашим слушателям или экспертам интересна эта информация, можете посетить наш сайт internationalbudget.org, где можно дойти более аналитической информацией по другим 17 странам, которые также участвуют в данном исследовании. Спасибо вам большое за вашу презентацию. Мне очень нравится ход нашей беседы, потому что мне кажется, что эксперты наши дополняют друг друга, говоря о том, какие меры необходимо предпринять, и, конечно же, вопросы контроля за расходами в условиях пандемии, мне кажется, что это очень важно. И, к сожалению, наше население пока что у нас нет культуры того, что население должно, как-то граждане должно контролировать расходы, которые совершаются за счет наших же налогов. Ну, я надеюсь, что такая культура со временем у нас будет, и мы в этих рейтингах будем по прозрачности занимать высокие места когда-нибудь, ну, а пока ситуация, конечно, у нас такова, и, конечно же, в условиях пандемии очень важно на какие отрасли можно сделать ставку в условиях кризиса, да, вот, и о том, как может помочь малый и средний бизнес, я попрошу рассказать Замиру Самадову, у которой огромный опыт в управленческом консалтинге и вообще по работе малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса так же, Замира, пожалуйста, я прошу прощения, что напрягаю людей, которые больны, это период коронавируса, и, пожалуйста, Замира, вам слово. Вола. Я сейчас поделюсь тоже небольшой презентацией. Там видно, не видно. Ну, мы сегодня говорили о государственном бюджете и о том, что недавнее время был пересмотрен бюджет, это, конечно, очень здорово. И вопрос, а есть ли потенциал у бизнеса, у малого среднего бизнеса, который составляет практически там по некоторым оценкам более 80% структуры бизнеса в Турчатане, пополнится этот бюджет в ближайшее время и вообще пополняется, да? Те меры, которые сейчас были предложены во время пандемии, они не позволяют бизнесу понять, как решать самую главную проблему с учетом падения выручки по многим секторам. Где брать деньги для того, чтобы оплачивать заработную плату? Где брать деньги на те операционные расходы, которые остались неизменными, несмотря ни на что? Скажем, если мы платим аренду, снимаем офис и платим аренду арендодателю, это уже будет зависеть от, скажем, порядочности и проявления эмпатии со стороны арендодателя, который может снизить эту арендную плату и в свою очередь также пострадать, потому что у него снизятся расходы, или не понизить эту арендную плату и, соответственно, наши расходы останутся прежними. Вот. Те меры, которые предлагаются, они касаются только некоторых секторов. А по сути, платежеспособность населения или там потенциальная аудитория, потребительская аудитория других видов бизнеса, она напрямую зависит от всего экономического состояния населения. то есть эти же меры, они по сути, тоже не имеют такого особого хорошего эффекта, потому что они не снимаются, они просто переносятся, и в какой-то момент те же налоговые льготы или кредитные каникулы, они отсрачивают период выплаты тех платежей, которые предполагались, и, наверное, даже эта мера может оказаться для кого-то неподготовленного или для какого-то бизнеса, который не справится с дальнейшей ситуацией, совершенно плачевно, потому что эти платежи будут накапливаться, будет значительная сумма, которую нужно будет все-таки выплатить. После пандемии у нас появилась такая иллюзия, что все восстановилось, и сейчас если мы выходим на улицу и смотрим, кафе открылись, рестораны открылись, очень много машин, есть какое-то движение, торговые рынки работают и так далее. Но, по сути, эта активность она иллюзорна, потому что после того, после двух месяцев такой самоизоляции есть, во-первых, чисто психоэмоциональное желание пойти, потратиться, купить, выйти куда-то, сходить, поужинать, пообедать и так далее, и люди готовы на эти траги. Но дальше ситуация может быть хуже, потому что источники доходов, опять-таки, населения, они пока остаются в подвешенном состоянии, многие не вышли на работу или их доходы сократились, и платежеспособность населения будет падать. Ситуация на рынке, она критическая, расходная часть бизнеса, как я говорила раньше, остается прежняя, денежных поступлений не так много. за счет чего это все будет пополняться, даже пересмотренный бюджет, это, я не знаю, может быть, риторический вопрос данной аудитории, но тем не менее. Рекомендуемые меры, которые сегодня предлагаются бизнесу, например, перейти в онлайн, перевести бизнес в онлайн в условиях пандемии, но мы все понимаем, в каком состоянии интернет находится в Таджикистане, как в регионах торговать онлайн и какие виды бизнеса у нас могут перейти в онлайн, это просто очень маленькое количество, мы аграрная страна и продавать картошку онлайн, наверное, тоже было бы забавно. Также нужно понимать, что львиная доля малых и средних предприятий, чей годовой оборот, наверное, не превышает 100 тысяч, они не имеют подушки безопасности просто и выдержать месяц-два может быть еще там поскрести по сусекам это возможно, но дальше, потому что в бизнес нужно инвестировать, нужно что-то выплачивать, у них нет подушки безопасности и вряд ли они выживут, это приведет к банкротству и закроется большое количество предприятий. Ну и опять-то перецессия неминуема вследствие глобального экономического кризиса и мы пока это не осознаем, но через пару-тройку месяцев эта волна нас накроет и мы поймем, что мы находимся в очень тяжелой ситуации и бюджет надо будет пересматривать не раз и не два. Поэтому в части, допустим, формирования бюджета, конечно, важная роль это стимулирование бизнеса какими-либо способами и принятие, наверное, каких-то долгострочных стратегических мер, которые коснутся не только тех видов бизнеса, которые очевидно пострадали, имеется в виду туризм, гостиничный бизнес, авиация и так далее, но и всех сопутствующих видов бизнеса, которые производили для, допустим, той же авиации какие-то дополнительные услуги для того же туризма и для гостиничного бизнеса. Мой посыл в том, что нужно понимать, насколько серьезна сегодня ситуация и кажущаяся на сегодняшний день какая-то стабильность, она иллюзорна и нужно понимать, что такими краткосрочными временными мерами и пересмотром бюджета на несколько процентов ничего хорошего не добиться и нужно принимать серьезные меры и что нас ожидает очень тяжелая ситуация экономическая эстония. На этом все. Да. Спасибо большое за мира. Перспективы не очень-то у нас хорошие, но конечно же кризис COVID-19, коронакризис это как бы тест-драйв для всех, для всех будет для нас и конечно же нужно предпринимать очень эффективные меры по кризис-менеджменту и для того, чтобы снизить все те риски, те тот вред, которые будет у нас из-за этого кризиса, для этого необходимо конечно же принимать все необходимые меры. Какие меры будут приняты, что будет в дальнейшем делать наше правительство, правительство республики Таджикистан, конечно же, мы увидим и хотелось бы, чтобы на в общем-то мнение экспертного сообщества здесь тоже очень важно, потому что ну как бы всем нужно будет выживать и всем нужно будет думать, как и что будет у нас. Ну надеемся на то, что все-таки не раз мы переживали кризисы, я надеюсь, что все-таки и этот кризис мы как-нибудь переживем. Субир, у вас есть что добавить? Да, вот хотел отметить, что я уверен, что это единичный случай, еще нужно смотреть, это единичный случай, зависит от финансирования, тех или иных организаций иногда они находятся в хозерасчете, иногда финансирование идет, да, через бюджет, но через другие механизмы финансирования там могут быть такие случаи, но в общем согласно закону госфинансов, закону госбюджета они являются вот, как Ухтам сказал, они защищены из статей, которые ни в коем случае не могут быть снижены и не задержаны. Это очень-очень заработная плата, это, как говорится, святой очень важный момент для поддержания работных государственных органов, это для экономики очень важная заработная плата. Поэтому я уверен, что это единичный случай, но вот относительно вопроса с ОМОНа, особенность для среднего и малого бизнеса, дело в том, что, естественно, вот эта пандемия в основном уже влияет на малый и средний бизнес, в основном, как Апайзо Мира сказал, относительно финансирования, относительно заработной платы, относительно арендной платы, это очень-очень для них трудно, даже те кафе, кафетерии, которые уже открылись после пандемии, они ни в коем случае не восстанавливались, даже на 10 или 15 процентов. Очень трудная ситуация у них, очень трудная ситуация, потому что это все поменялось, и люди не ходят, как это прежде, естественно, очень много влияния, поэтому для малой и средней бизнеса будет очень отрицательное влияние. Но дело в том, что, вот вы знаете, что я всегда люблю использовать с книги Чонора Лебедя, что любви очень важные открытия в сфере бизнеса, это относительно практики, усилия, эксперимента. Для малого сферного бизнеса, для меня это сказать легко, всегда собственная шкура не на кону, для малого бизнеса всегда собственная шкура на кону, но экспериментировать для них это является основой для улучшенной ситуации, основой для продолжения своей деятельности. Поэтому нужно экспериментировать, на основе экспериментирования появляется практика, на основе появляется уже улучшение качества работы и своей деятельности. Спасибо. Спасибо большое вам за ваши ответы, спасибо большое, у нас по-моему больше нет вопросов в чат, если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, у нас еще есть 2-3 минуты, улучшение нет вопросов, я хочу все-таки может быть я задам вопрос, как вы считаете, ну это по всем экспертам, на какие отрасли экономики можно сейчас сделать ставку в нашей стране, которая могла бы помочь пережить кризис экономический в Таджикистане, есть такие отрасли? Ну давайте я постараюсь немножко так ознакомиться с некоторыми данными, вам всем известно, включите микрофон, вам всем известно, что согласно статистическим данным на 1 июня 2020 года промышленные промышленность показала, ну согласно государственной статистике, промышленность показала рост плюс 11% в зависимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть более чем на 10 миллиардов сумма уни выпустила продукцию промышленное производство, в том числе основной рост здесь приходится на сектор, если не ошибаюсь, перерабатывающей промышленности, где плюс 16%, добывающая промышленность 5,8% и где-то приблизительно 2,9% для доставления обеспечения электроэнергии, газа, пара и очистки в воздухе. В принципе, судя по данным, скажем, предоставляемые со стороны Министерства промышленности, сектор перерабатывающей промышленности и добывающий сектор очень активно делает вклад в развитие промышленного производства, и, конечно, сказать, регионального и также национального продукта, что, в свою очередь, дает очень большие оптимистические, скажем так, выводы относительно, ну, не скажу скорейшего выхода, а хотя бы снижения основных эффектов, скажем, риска, да, скажем, влияния пандемии. Но, с другой стороны, мне бы хотелось бы отметить и другой очень важный факт, что, несмотря на то, что заявленные показатели очень важны и очень значительны, в первую очередь, мы все-таки ориентируемся больше всего на экстенсивный рост, где вклад наукоемкой продукции, научно-технической продукции не на таком уже значительном уровне, и, конечно же, здесь взаимодействие с самого научного сектора в том, что там внедрение патентов, внедрение новых лицензий в промышленное производство находится, ну, на достаточно хорошем уровне. С другой стороны, отсутствие статистики в самом Министерстве промышленности относительно коэффициентов инновационности промышленных предприятий, относительно доли инновационной продукции производительных промышленных предприятий, конечно же, затрудняет основной анализ по поводу того, как дольше мы можем удержать данный уровень, скажем так, развития, или, может быть, это все-таки уровень развития, который достигнет на следующий момент от притока того или иного объема капитала. Но так или иначе, это основная статистика, и я, конечно же, сторонник того, чтобы наш реальный сектор продолжал свое развитие, и в данном случае я вижу это как секторы добычи и секторы первого. спасибо. Сил большое ктам. У нас присоединились пользователи из Фейсбука позже, чем мы начали нашу встречу, и вот вопрос от Михаила Петрушкова, он не слышал презентацию Собира Вазирова и задает вопрос, есть ли анализ потерь бюджета в связи с введенными мерами поддержки бизнеса, например, сколько потерял бюджет в связи с тем, что МСБ освободили от уплаты аренды собственности, какова суммарная площадь арендуемой МСБ госсобственности. Есть у вас Собир такие данные? Пожалуйста, если есть, пожалуйста, кратко ответьте. Естественно, таких данных нет, это относится к государству госкому имуществу, непосредственно это к ним относится, но пока говорит об анализе нет смысла, потому что все началось в июне, да, саму приказ президента ввели в июне месяц, это значит, что уже в этом месяце июле можно делать какой-то анализ, но можно предварительно относительно каких-то там налогов, вот можно привести такой пример, что вот в Корвоне работают 5 тысяч патентов держателей и наследств свидетельств, они в среднем плотя 500 суммоней, вот пожалуйста, вот это получается где-то 7,5 миллионов суммоней в месяц только за счет корону бюджет может не собрать, и по всей республике очень много рынков, очень много заведений, которые как бы входят скажем в освобождение, а так если так пока невозможно сейчас анализировать невозможно потому что сам анализ льгот оно очень очень трудная вещь, потому что кто-то вот скажем рынок закрыт, но там есть вокруг какие-то там магазинчики или другие места, которые работают. Естественно теперь вопрос будет ли она облагаться? Нет. Было принято решение, что да, должно облагаться, Потому что они работают, поэтому всегда трудно анализировать просто вот так, а на основе реальных цифр тоже трудно, потому что нужно знать кто освободился, кто не уплатил, но это такая большая вещь, которая нуждается в дальнейших скажем анализе и других вещей, так просто сказать очень трудно. спасибо большое, Михаил все-таки настаивает на том, что прогнозные показатели должны же были быть, но я так думаю, что это вопрос, не знаю, Собир, вы сможете ответить или нет. Дело в том, что прогнозы всегда бывают, вот то, что я привел пример, это есть самый simple, упрощенный прогноз, вот скажем, в Хорвоне столько-то патенчиков, патенчиков все знают, что у них твердая уплата налогов, естественно, запросто можно прогнозировать, свидетельства тоже запросто можно сказать, что там их тысяча уплачивают среди тысячи суммоний, это сразу прогнозируемо, здесь уже как бы не так уж трудно, здесь это прогнозировать вообще не трудно, но относительно, скажем, госком имущества, да, то, что дается в аренду, что-то, что-то, это уже другая вещь. И самая важная вещь, самая важная, когда принимаются такие вещи, там думается другая вещь, поддержка бизнеса, как поддержать и вместе тем поддержать так, чтобы тот бизнес, этот бизнес почувствовал, раз, второе, что не были такие, такой бизнес, который может использовать данную льготу для, скажем, обогрешения и неуплаты налоги. Спасибо большое. Действительно, я считаю, что вот в таких условиях, в условиях кризиса необходимо быть очень, как сказать, гибкими, гибкими, и, как говорил Георгий, необходимо пересматривать бюджет и быстро реагировать на такие вот условия. И, ну вот, я еще говорила о том, что подсчитать еще, наверное, рано подсчитывать еще, но, конечно же, уже есть какие-то первые показатели. Есть отрасли, которые очень сильно пострадали, это вот как внешняя торговля, транспорт, авиа, туризм, гостиница и так далее. А есть отрасли, которые выиграли, это производство, продажа медицинских препаратов, товаров, это производство продуктов и продажа продуктов. Мне кажется, что они не пострадали. Поэтому, я же говорю, необходимо, чтобы при пересмотрах налогов, там, я не знаю, пересмотрах бюджета учитывалось, но и это делалось, конечно, очень осторожно. Думаю, оценивать последствия пандемии пока что еще рано, хотя есть уже, наверное, первые показатели, но возможно предположить, что ждет нас за поворотом и составлять собственную стратегию противодействия вот таким трудностям. Наша встреча закончена. Уктам, вы что-то хотели сказать? Да, я хотел бы с вашего разрешения просто согласиться с мнением СОБИРа, потому что действительно закон был практически недавно принят, соответственно, чтобы делать какой-то определенный прогноз, да, это немножко сложно, почему? Потому что нужно, чтобы период прошел, но я также и согласен с Михаилом, потому что речь идет о процессе принятия управленческих решений, когда принимать ставленные решения, конечно же, нужно ожидать, ожидаемо. Но в данном случае я хотел просто уточнить следующий факт, что в практике у нас при принятии тех или иных решений, конечно же, мы смотрим на те упущения или на те, скажем, риски, которые в первую очередь ощущаются в основных секторах. Если взять, скажем, сектор гостиничного бизнеса, если взять сектор, скажем, туристического бизнеса, то здесь просто взять статистические данные, до 40% данные сектора, скажем, имеют упущенную выгоду, то есть они в убытке. И, соответственно, на основе этих данных и фактов, конечно же, принимается решение о том, кому, какому сектору, скажем, оказать поддержку, в каком размере оказать поддержку. Ну и я считаю, что именно это и стало основным поводом для принятия тех или иных мер. Время покажет, давайте хотя бы пройдет, скажем, несколько месяцев, чтобы мы собрали первичные данные и точно определили, насколько все-таки эти меры были эффективны и что нам делать в дальнейшем. Спасибо. Спасибо большое всем участникам за очень интересную встречу. Мне кажется, что были здесь высказаны рекомендации и как уже и Уктам сказал, и я говорила, мы должны будем внимательно следить за тем, что происходит. И самое главное, вот Замера тоже озвучивала, эту мысль, где брать деньги, где брать деньги. Спасибо всем огромное за участие в этой встрече. Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться и встречаться, потому что последствия от пандемии, они затронули все области нашей жизни. На этом наша конференция закрыта. Всем участникам я желаю здоровья. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok